В эфире программа, подготовленная совместно с Общественной палатой Тамбовской области. Меня зовут Владимир Пеньков. Здравствуйте. Наш сегодняшний гость, управляющий ВТБ в Тамбовской области, Евгения Левина. Здравствуйте, Евгения Игоревна. Добрый день, Владимир Федорович. Я предлагаю поговорить о самочувствии. И для начала, как ваше самочувствие в условиях пандемии? Спасибо. Я работаю, я в порядке, мы активны. И хотелось бы ответить на ваши вопросы, чтобы наши зрители получили всю необходимую поддержку Анбанков ВТБ. И чтобы ваша мимика была лучше видна, мы работаем без масок. На входе, насколько я видел, вы были в маске. Вы санитайзером обработали руки. И социальная дистанция полтора метра есть. Так что будем работать так, как обычно работаем, как будто ничего не происходит. Ну, конечно, происходит очень многое. Происходит очень многое и в экономике. И первый мой вопрос будет касаться самочувствия ваших клиентов. В первую очередь, я хотел бы обратить внимание на то, что малый и средний бизнес, если вы с этим согласитесь, наиболее уязвим оказался в условиях пандемии. Чем ВТБ может сегодня помочь малому и среднему бизнесу? Да, конечно, я соглашусь. Малый и средний бизнес вынужденно остановил работу или приостановил работу. Это зависит от того, какой вид деятельности у предприятия. И это не могло не сказаться на объемах бизнеса. ВТБ оперативно разработал комплекс мер для того, чтобы поддержать наших клиентов. Прежде всего, мы предлагаем программы реструктуризации действующих кредитов. Что это означает? Мы выдаем новые кредиты. Для предприятий малого бизнеса этот кредит называется кредит на восстановление бизнеса. И для микропредприятий этот кредит называется бизнес-реструктуризация. Для чего нужен этот кредит? Кредит выдается на срок 10 лет на погашение всех действующих обязательств. То есть основного долга, процентов, комиссий и так далее. При этом заемщику не нужно предоставлять дополнительное обеспечение, либо новое обеспечение. Кредит рассматривается, вернее, заявка на такой кредит рассматривается по упрощенной форме. Это минимально необходимый пакет документов для того, чтобы принять решение. Кроме того, что мы предоставляем новый кредит на 10 лет, мы также можем предоставить отсрочку платежа по основному долгу на 6 месяцев. То есть 6 месяцев наш клиент платит только проценты, и все его тело кредита, основной долг и проценты растягиваются на 10 лет. Кроме того, правительством Российской Федерации утвержден перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии, от COVID-19. И по этому перечню отраслей мы оперативно рассматриваем вопросы о предоставлении кредитных каникул. Давайте напомним нашим телезрителям, что изначально, когда правительство определяло наиболее пострадавшие отрасли нашей экономики, их было 9. Затем добавилось еще и сегодня 11 отраслей, которые могут претендовать на те меры финансовой санации, о которых вы говорите. Скажите, а клиент к вам уже пошел? Клиенты уже откликнулись? Уже заявки на ваши предложения есть? Да, безусловно, вообще по всем программам реструктуризации мы приняли 25 заявок. И не просто приняли, а уже отработали 11 заявок. То есть 11 клиентов – это те, кто уже реально получил помощь. Я, насколько помню, ВТБ вошел в перечень тех банков, которые по государственной программе работают, по тем мерам поддержки, которые определил президент, по тем мерам поддержки, которые определило правительство Российской Федерации. И, я насколько понимаю, часть дополнительных мер были продублированы нашим губернатором. На сегодняшний день вы чувствуете отклик ваших потенциальных клиентов, ваших реальных клиентов, которые нуждаются в поддержке, вот помимо тех 25 заявок. Вы перспективу какую-то просматриваете для себя? Да, конечно. Особенно важно сказать, что те программы, о которых я говорила вначале, – это собственные программы, разработанные банком. Кроме этого, банк работает по всем федеральным программам по постановлениям, утвержденным правительством. Отдельно хочу сказать о поддержке пострадавших отраслей. Мы работаем по постановлению 410. Как работает механизм поддержки? Клиентам малого и среднего бизнеса, которые включены в реестр МСП, и которые входят в перечень пострадавших отраслей, утвержденные правительством Российской Федерации, предоставляется кредитная каникулы на срок до 6 месяцев. И процентная ставка, проценты, делится на три равных части. Одну треть уплачивает сам клиент, а две трети компенсирует в равных долях государство и банк. Таким образом, фактически для наших клиентов это снижение процентной ставки. Еще раз подчеркну, что это именно те пострадавшие отрасли, которые утверждены правительством. И, конечно, мы уже получили обращение и в рамках этого постановления тоже. И вот те 25 клиентов, о которых я сказала, туда входят и те клиенты, которые пользуются мерами по постановлению 410. Знаете, по преподавательской привычке, позволите себе, что называется, повторить пройденное. То есть возникает картина такая, что ваш банк, ВТБ, имеет ряд продуктов, ряд предложений для бизнеса в условиях пандемии, которые пострадали. И одновременно ВТБ включается в те государственные программы, которые реализуются по постановлению правительства. Я правильно вас понял? Совершенно верно. И при обращении клиента мы совместно с клиентом анализируем его ситуацию, какую программу будет лучше для клиента реализовать, что реально ему поможет. Еще хочу обратить внимание на то, что по всем реструктуризируемым кредитам, независимо от программы, собственная программа банка, либо эта программа, предусмотренная государством, мы не взимаем никаких санкций, мы не применяем их, если клиент не выполняет какие-либо доп. условия. Что я имею в виду? Например, в кредитном соглашении есть условия о поддержании оборотов. На сегодня это невозможно выполнить, это условие. Либо есть условия о предоставлении каких-либо дополнительных документов. Так вот, в этот период, когда мы реструктуризируем кредиты клиентов, когда мы поддерживаем наших клиентов, банк санкции за невыполнение не применяет. Понятно. Это весомый аргумент, насколько я понимаю. И для тех, у кого сложное финансовое положение, это не новость, потому что вы с клиентами работаете, но эта информация достаточно полезная. Чуть поменяем тему. Я понимаю, что поддержка бизнеса возможна. И государство, и банковские структуры этим занимаются. Но давайте, глядя в том числе и на тамбовскую ситуацию, скажем честно, в ряде случаев многие бизнесы не возвратятся на исходные данные, как они были, допустим, на 1 января 2020 года. Пойдет сокращение сотрудников, пойдет невыплата зарплаты, пойдут другие проблемы, связанные с тем, что рядовой сотрудник, работающий на предприятии, в малой структуре, индивидуальный предприниматель и так далее, пострадает. Нечем платить зарплату. Здесь ваша позиция какая? Мы, как я и говорил ранее, участвуем во всех программах, которые разработаны на сегодня правительством Российской Федерации и также в программе господдержки по кредитам на выплату заработной платы. Как это работает? Кредит предоставляется клиентам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из списка пострадавших отраслей. Кредит выдается на срок до 12 месяцев. Первые полгода ставка для клиента 0% годовых. Вторые полгода ставка для клиента 3,5% годовых. При этом это быстрое рассмотрение, быстрое принятие решения. То есть там пакет документов минимален, фактически это заявка, и вопрос решается за один день. И клиенту не требуется дополнительного обеспечения, либо какого вообще обеспечения по данному кредиту. Прошу прощения, я уточню. Насколько я знаком с банковской системой, для того, чтобы получить юридическому лицу какую-то сумму, то есть займ, необходимо как минимум залоговое обеспечение, либо гарантии предоставить. Вы говорите о том, что при получении ВТБ зарплатного кредита вы не требуете дополнительно никакого обеспечения. Я вас правильно услышал? Совершенно верно. Поскольку в данном случае мы реализуем государственную программу, и правила поддержки были оговорены именно государством, то да, на самом деле это так. И могу сказать, что уже сегодня 7 клиентов такую поддержку получили. То есть они получили кредит на выплату зарплаты для своих сотрудников оперативно, быстро, без дополнительного обеспечения, без каких-либо сложных процедур. И я, насколько помню, в документе правительства было определено таким образом, что на получение данного, так называемого, зарплатного кредита имеют право те хозяйствующие субъекты, которые входят в перечень 11 наиболее пострадавших отраслей. Это раз. И второе, кто за период пандемии потерял как минимум 30% своей прибыли, своих доходов. Это учитывается при выдаче. Я здесь немного поправлю вас. В данном случае основанием для подачи заявления в банк на получение такого кредита является единственный фактор вхождения в перечень пострадавших отраслей. То есть мы кредитуем и индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц. Понятно. И напомним нашим телезрителям, что весь перечень из 11 отраслей опубликован и на сайте правительства, и в социальных сетях, и на официальных сайтах правительства его можно найти. Опять поменяем тему. Сейчас получается так, что такое словечко, как удаленка, самоизоляция, становится ключевыми. Вы говорите о том, что ваш банк в рамках внутрибанковских программ, в рамках государственных программ готов оказать помощь бизнесу. Но ведь условный я, бизнесмен, должен сесть в транспорт, либо в свой, либо в общественный, одеть маску, одеть перчатки, приехать к вам, пообщаться с одним сотрудником вашего банка, с другим и так далее. Вы не боитесь того, что вот вы станете разносчиком заразы, и, приходя к вам, клиенты будут нарушать все правила поведения в условиях пандемии. Вы готовы представить какие-то дистантные инструменты для получения ваших услуг? Вопрос актуален, как никогда. Естественно, мы беспокоимся о здоровье и наших клиентов, и наших сотрудников. Поэтому целый ряд сервисов и платформ, которые предлагает ВТБ для наших клиентов. Я расскажу немного об этом. Первое – это раздел на сайте «Бизнес из дома». Там аккумулированы все полезные инструменты, которыми можно пользоваться удаленно. О чем я говорю? Это реализована возможность подать заявку онлайн на открытие счета. Реализована возможность... Не приходя в ваш офис. Не приходя в банк. Не приходя в банк. Это подача заявки онлайн на открытие расчетного счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Далее, в этой части сайта, на этом разделе, можно посмотреть какие-то полезные статьи, информацию, полную информацию о дистанционных сервисах банка, информацию о продуктах и услугах. А также можно перейти на мобильное приложение «Цифра». Это созданный для клиентов сервис по введению бухгалтерского налогового учета. Кроме того, мы предлагаем нашим клиентам платформу «Бизнес Коннект». Это бизнес-площадка для поиска контрагентов, для развития бизнеса. И также целый ряд сервисов от партнеров. Зайдя на этот раздел сайта, можно также получить какие-то советы, информационную поддержку, посмотреть на так называемое модное слово «лайфхаки», что есть советы от опытных экспертов рынка. Я понимаю, вы упомянули цифру. Если я правильно уловил, когда готовился к программе, то на вашем сайте определено, что это некая электронная бухгалтерия. Можно в двух словах раскрыть, в чем фишка вообще этой самой цифры? Сервис «Интересный» — это мобильное приложение, которое запущено с 26 марта для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не только наших клиентов. То есть этим сервисом может пользоваться любой субъект бизнеса. Как это работает? Это мобильное приложение предлагает ведение бухгалтерского и налогового учета удаленно. Через это мобильное приложение вы можете управлять своими счетами, и неважно, где открыты эти счета. Зайдя в это приложение, можно перейти по ссылке и открыть счет в ВТБ. Опять же, подать заявку, о чем я говорила, онлайн, если вы не имеете счета в ВТБ, но вы хотите стать клиентом ВТБ. А также там реализован ряд поддерживающих функций. Сервис автоматически выгружает аналитику по счетам. Клиенты могут приходить напоминания о важных событиях. С помощью сервиса формируются налоговые декларации, рассчитываются налоговые и иные обязательные платежи. Идет подготовка к отправке этих платежей. И в сервисе реализован чат, где вы можете написать бухгалтеру, тому, кто поддерживает вас через этот сервис, любой вопрос, связанный с ведением учета, бухгалтерского, налогового, либо вопрос, связанный с этой стороной вашего бизнеса. Не удержусь еще от одного вопроса. Я понимаю прекрасно, что если условный я, условный предприниматель, воспользовался вашим сервисом «Цифра», но ведь у меня есть конкуренты, у меня есть враги, у меня есть недруги. Вы, ваш банк, гарантируете о том, что наши с вами отношения финансовые на этом удаленном ресурсе никому больше не будут доступны? Могу сказать, что как и все, что делает банк ВТБ, естественно, все платформы и сервисы работают строго в рамках законодательства. И даже этот вопрос, да, он очевиден, конечно. И еще раз подчеркну, что это не только для наших клиентов. Любой клиент может воспользоваться этим сервисом. Вы имеете в виду любой клиент? То есть если даже условный я находился на обслуживании в другом банке, я могу вашей платформой воспользоваться и свою электронную бухгалтерию организовать с вашей помощью? Об этом разговор? Да, совершенно верно. И мы оцениваем, что этот сервис так, что это позволяет сэкономить клиенту где-то до 50 тысяч рублей в год. Тут даже экономия есть. Если сравнивать это с аналогичными сервисами, ну, либо живым бухгалтером. То есть получается расклад таков, что использование этого сервиса, вы его открыли в третьей декаде марта, насколько я понял, да? Да, совершенно верно. Если этим сервисом клиенты, ваши клиенты или других банков воспользуются, то получается ситуация такая. Я, находясь на самоизоляции, получаю полностью банковское обслуживание, не появляясь у вас. Вы обеспечиваете вполне определенную информационную безопасность. И третья позиция связана с тем, что есть возможность на, прошу прощения, живом бухгалтере даже сэкономить. И по вашим подсчетам экономия получается в пределах 50 тысяч. Я думаю, что для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий это совсем не малюсенькая сумма. Вот вы сейчас детально рассказали о том, как можно одним сервисом воспользоваться, другим и так далее. Но ведь я, насколько понимаю, банк взращивает своих клиентов. Банк помогает клиентам на стадии стартапа, на стадии кризиса, на стадии активного развития и так далее. Вот можно попросить, вы слово лайфхак упомянули, я его с языка снял. Рекомендации от Евгении Левиной тем предпринимателям, которые сегодня в условиях пандемии пытаются а, сохранить свой бизнес, может быть, законсервировать, может быть, минимизировать все потери, которые есть. Рекомендации ВТБ предпринимателям. Отвечу. Вы сказали, что мы взращиваем своих клиентов, и на самом деле это так. Мы создали онлайн-образовательную платформу «Ближе к делу». Как раз там выкладываются статьи экспертов, актуальные, на злобу дня. В ситуации пандемии, когда клиенты наши вынуждены управлять бизнесом удаленно. Там есть полезные вебинары. Этот ресурс бесплатен для клиентов, и он нужен для того, чтобы клиенты смогли наиболее эффективно управлять своим бизнесом именно сейчас. Если говорить о том, что я посоветую, слоган «Stay Home», у нас есть такой раздел, такая платформа «Stay Home», «Оставайся дома». И опять заходя на эту платформу, клиент может получить доступ к нашим цифровым сервисам, о которых я рассказала. Клиент может ознакомиться с наиболее часто задаваемыми вопросами, которые адресуют наши клиенты контакт-центру и ответами на них. Клиент может перейти на портал «Ближе к делу». То есть весь комплекс поддержки он там может получить. ВТБ «Stay Home». Конечно, мы заботимся о здоровье своих клиентов и предпринимаем все меры для того, чтобы клиентам жизнь сделать легче в этот период и обеспечить их всем удаленно. Замечательно. Но тут же, если позволите, вопрос провокационного толка, на который вы можете не отвечать. Вот смотрите, не было счастья, но несчастье помогло. Сегодня освоение удаленных каналов обслуживания – это не просто приход чья-то, а это веление времени. Проще говоря, хочешь остаться живым, сиди дома и через удаленные каналы занимайся бизнесом. Может быть, это резкое осуждение, но я считаю, что это должно быть так. Так вот, смотрите, когда-никогда эту чертову пандемию мы одолеем. Врачи нам помогут. Все будет замечательно, хорошо. Потом опять перейдем к обычному хождению в банк. Потом опять перейдем к тому, чтобы постоять в очереди, получить талончик, посидеть, дождаться, дышать друг друга в затылок и так далее. Вот к вам вопрос как к эксперту. Вы посоветовали сейчас предпринимателям заниматься тем, чтобы входить в эту систему и обучения, и освоения удаленных каналов. Пандемия закончится, и опять перейдем к старой схеме? Вопрос, конечно, сложный, но что я хочу сказать. Мы все сейчас оказались в равной ситуации, когда мы вынуждены осваивать онлайн. И хочу сказать про то, что мы сумели как банк, как менеджер выстроить управление эффективно. Мы общаемся сейчас с нашими сотрудниками, используя различные онлайн-сервисы. Точно так же проводим планерки, точно так же проводим обучение. И, может быть, эта ситуация стимулировала нас к тому, чтобы стать наиболее эффективными в наших коммуникациях. Кроме того, этот новый опыт, как и любой опыт, он дает новые возможности. Он, по сути, послужил стимулом развития онлайн-сервисов, развития цифровых технологий. И, мне кажется, это главный эффект, технологический я имею в виду, на банк, на нас всех, вот этой ситуации с пандемией, с COVID-19. — Имея некоторое представление о том, как продвигаются банковские услуги, я могу сказать о том, что в умных книжках пишут умные слова в отношении того, что зачастую взаимоотношения между банком и клиентом наталкиваются на некоторые психологические барьеры. И суть психологических барьеров заключается в том, вы предлагаете определенную дистантную форму обслуживания, а клиент говорит, да нет, мы по-прежнему, нам привычно так и так далее. У вас нет ощущения, что вот этот психологический барьер о том, что все удаленные каналы — это факультатив, они исчезнут? У вас нет ощущения, что вам, как представителю банка, будет легче общаться с бизнес-сообществом, когда вы будете предлагать какие-то дистантные формы банковского обслуживания? — Фактически на сегодня мы, конечно, обслуживаем клиентов в офисах, предпринимая все меры, чтобы защитить здоровье клиентов и сотрудников. Но, может быть, я повторю свою мысль, вся эта ситуация способствует развитию, способствует развитию дистанционных сервисов, а это позволяет в итоге стать эффективнее и банку, и клиентам. То есть в любом случае разговоры о том, что после пандемии мир будет другой, он в конечном счете имеет под собой почву. И мы понимаем прекрасно, этот мир будет другим не только для глобального понимания всех проблем, но и для каждого из нас. Мы получим какой-то опыт, где-то позитивный, где-то горький опыт. И в перспективе вот эту позицию будем закреплять. И вот у меня, как у человека немолодого, как у обывателя рядового, есть восприятие того, что те предложения, которые делались, как-то без них вроде можно было бы обойтись. А когда мы на портал государственных услуг заходим сегодня дистанционно, и вот мне, как преподавателю вуза, необходимо ежегодно получать справку об отсутствии судимости, иначе меня к занятиям со студентами не допустят. Я совершенно спокойно это делаю из дома. Так и с банками будет происходить. На примере цифры отвечу. Разве это неудобно, когда вы регистрируетесь в мобильном приложении, уже через 5 минут вам звонит менеджер, который обсуждает с вами ваши вопросы, предлагает вам приемлемое именно для вас решение набора услуг, и в течение 5-10 минут можно подключиться к сервису и стать клиентом цифры. Как пример. Поэтому, если это клиентам удобно, если это делает их бизнес эффективнее, то, конечно, ответ «да», эти практики, этот опыт, эти технологии останутся и после завершения COVID-19. В завершении, скажем так, рассмотрим личное дело банкира Левиной. Не возражаете? Не возражаю. Вот смотрите, вы упомянули, я вас за язык не тянул, вы сами сказали о том, что часть вашего коллектива, сотрудников ВТБ, работает в удаленном режиме. И коммуникации опосредованные, которые идут, и планерки проводятся, и с клиентами, и так далее. Как вы воспринимаете, ваши сотрудники, ваши коллеги осваивают и эту форму работы достаточно эффективно? Или у вас, как у руководителя, есть некоторые сомнения? Я могу сказать, что мы научились жить в новой реальности, что это, еще раз подчеркну, сделало нас более эффективными, что мы структурируем теперь время, учитывая, что мы не можем выйти из кабинета и подойти к сотруднику более четко. Наверное, эта бизнес-коммуникация, которая была и ранее выстроена, стала еще более упорядоченной. Поэтому я не могу сказать, что управление страдает от того, что мы находимся удаленно, а не в офисе. То есть навыки удаленного общения на определенном этапе до появления пандемии у каждого были и были отложены в дальнюю ячеечку мозгового компьютера. Когда сейчас ситуация подперла, эти файлики из сейфа были вынуты, в мозгу активирована определенная зона, и сотрудники активно работают. Вы об этом говорите? Ну, файлики были не так далеко, потому что с коллегами из главного офиса мы системно и постоянно общались удаленно. Просто тот имеющийся опыт, планерок, совещаний мы перенесли на все уровни управления и, собственно говоря, успешно его реализуем. Ну и провокационный еще один вопрос. Честно говоря, хочется так вот, помимо всех видеоконференций, собрать вот тех, кто минус один руководители от вас идут, да, и сказать, девчонки, давайте чаю попьем, поговорим, обсудим, какие тренды, моды и так далее. Тоска по этому есть? Я думаю, что да. И, конечно, мы это сделаем, как только это будет безопасно для здоровья наших сотрудников. Ну и в финале совсем личный вопрос, если позволите. Скрывать не будем, я знаю вас не первый год. Я знаю вас не только как сотрудника ВТБ, не только как руководителя ВТБ, но я знаю вас как активного творческого человека. Секрет всех раскрывать не будем, но мы понимаем, что ни одной театральной премьеры не проходит без вас, ни одного концерта уважающего коллектива не проходит без вас. Более того, у вас есть такая слабость, об этом я скажу публично, вы занимаетесь активно живописью, у вас есть практика участия в выставках, вернисажах и так далее. Как вам, Евгении Левиной, вот без этой публичности, без всего этого? Как мы уже говорили, вся эта ситуация нас очень сильно перестроила. Правда в том, что да, я сейчас гораздо больше бываю дома, конечно, я работаю много и нисколько не снизился бизнес-темп, но это позволило мне все-таки чаще видеть ребенка, больше с ним общаться, мы больше читаем, мы больше гуляем, потому что мы за городом имеем такую возможность. И, может быть, эти творческие силы, они там пока копятся до того, как на самом деле будет возможно вновь вернуться к традиционному общению. И опять же, появились новые возможности. Вот недавно я, например, посетила Венскую оперу онлайн. Так что эта ситуация с коронавирусом, она стимулировала, наверное, всю эту сферу развлечений, культуры и искусства, предоставить своим клиентам тоже новые возможности смотреть спектакли, посещать оперу. Да, это не живой спектакль, но тем не менее мы это можем сделать. То есть лично для вас пандемия – это не только освоение новых технологий в бизнесе, в банковском теле, во взаимодействии со своими сотрудниками, со своей командой, с клиентами, но и в определенной степени, если я вас правильно понял, это и определенное изменение внутренних настроений, внутренних желаний и инструментов их реализации. Это так? Безусловно, это такой глобальный пересмотр жизни и бизнес-жизни, и личной жизни, потому что я живой человек. У нас в лексиконе слово «перестройка» имеет вполне определенную коннотацию, определенное толкование. Но я понимаю так, что коронавирус заставляет нас провести перестройку 2.0. Это перестройка в наших делах, перестройка в нашем сознании, перестройка в наших каналах общения. Спасибо вам большое. Я желаю успех вам и вашему коллективу. А я напомню вам, уважаемые телезрители, что сегодня гостем нашей программы, подготовленной совместно с Общественной палатой Тамбовской области, был управляющий ВТБ в Тамбовской области Евгения Левина. С вами был Владимир Пеньков. Вы смотрели программу, подготовленную совместно с Общественной палатой. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова